МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Метевки боятся выпускать детей на улицу. Двойки не ставят, но грамотность проверяют. Нижнекамцы написали тотальный диктант. Создали интригу. Реактор находится в шаге от финала за главный трофей молодежной хоккейной лиги. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. А бдительность нижнекамцев зашкаливает. И в этом нет ничего плохого. Ведь в свете последних событий опасность могут нести брошенные пакеты, забытые одежды и даже обычные коробки. Только в субботу были найдены три подозрительных предмета. Светлана Шумкова рассмотрела все случаи. Ей слово. Началось все в пятницу. Около двух часов дня жители дома Студенческая 27 сообщили в полицию о странном свертке, лежащем на скамейке возле их дома. Бдительная старшая по дому и вызвала полицию МЧС и кинологов. Территорию оцепили и никого не подпускали. Как выяснилось позже, сверток оказался детской кофточкой. Она таким свертком лежала, свернутая эта кофточка, да? Она часа четыре лежит. Все вот так проходят, и все вот так вот пройдут, все посмотрят и уходят. В субботу время около 13 часов дня. Жительница дома Бакюр Манче 28 увидела на скамейке бесхозно лежащий блок сигарет. Находка показалась ей странной. Не рискуя смотреть, что внутри, женщина тут же позвонила в полицию. Потом позвонила милиция, по-моему, МЧС. Приехала реанимация, вышел водитель из реанимации, подошел к скамейке, взял блок сигарет, спокойно и сел обратно в машину. В тот же день, двумя часами позже, еще один звонок в полицию. Люди нашли телефон, перемотанный изолентой. Телефон с изолентой лежал здесь, возле дома Тукая 31. Его обнаружили местные жители. Находка показалась людям подозрительной, и они вызвали полицию и МЧС. Уже на месте специалисты определили, это не взрывчатка. На том звонки не прекратились. Тот же день, в 6 часов вечера, возле Химиков 36, на скамейке, люди заметили черный пакет. Как выяснилось позднее, пакет был с металлическими банками. Опасностей не представлял. Ну, за неделю у нас было 7 таких выездов. По прибытию, то есть ничего обнаружено не было, выезда не подтвердились. Ну, в связи с трагическими событиями в городе Санкт-Петербурге, люди стали больше обращать на это внимание. Ну, считаю, что это делать надо постоянно, быть бдительным себя. Ввиду последних событий в стране и мире, нижнекамцы и впрямь боятся бесхозно оставленных вещей, опасаясь терактов. Специалисты призывают не поддаваться панике, а действовать с холодной головой. Если предмет, найденный в подъезде, транспорте или на улице, вызывает у вас какие-либо опасения, сообщите в полицию. Так вы можете спасти множество жизней. Светлана Шумкова, Евгений Лозаев. Новости НТР. Готовы пойти на крайние меры. Жители Шереметьевки устали от затяжной войны с соседом, домашняя живность которого свободно разгуливает по всему селу. Люди боятся за своих детей, ведь животные агрессивны. Возможно ли решить проблему полюбовно, выяснял наш корреспондент. Сосед превратил всю территорию села в личное подсобное хозяйство. С такой жалобой жители Шереметьевки обращаются во всевозможные инстанции на протяжении уже многих лет. Но ситуация от этого не меняется. Многократное обращение к властям, участковому и даже в прокуратуру ни к чему не привели. Сельхозтехника несговорчивого соседа благополучно ржавеет, загораживая всю улицу. Животные разгуливают по селу, пугая детей. Детям со школы идти, сами видеться, можно пройти, посмотреть, ходить вообще невозможно. Скотина, по весне начинается гон, дети боятся пройти вообще нереально. Эта история длится несколько лет и с каждым годом лишь усугубляется. Если раньше животные портили урожай, то в прошлом году их трупы стали находить по всему селу. И даже в реке скотина погибла от болезней и голода. А если какая-нибудь болезнь появится, это куда сейчас? Все, считай, полдеревни надо тут закрывать на карантин. Они тут же умирают, тут же друг друга поедают. Да, вот недавно свинья ела до свиньи. Люди не раз предлагали горе-фермеру помочь вывести технику и построить забор для живности. Но он посылает всех в известном направлении. А вот нам повезло, свою позицию мужчина озвучил, заявив, что это односельчане объявили ему войну. В прошлом году у меня 250 голов, 25 быков и ни одного уголовного дела никто не знал. Четверг, 31-го. Поехал я за сеном, вон там, по полю, по снегу. В обратно еду, 5 колес проколоты. Вот такие дощечки, по 150 гвозди набиты. Это вот сельчаник делают. У каждой стороны своя правда. Ситуация наколена до предела. Кто приведет в порядок хозяйство Чупаева, он сам или власти, вопрос так и висит в воздухе. Итог, сельчане готовы пойти на крайние меры. В определенный момент просто они могут реально напасть на детей. То есть потом уже будет только самоуправство со стороны жителей и все. Вот чего власти добьются в конечном итоге. Неясно в этом затянувшемся конфликте одно. Суд еще год назад обязал Чупаева навести порядок в своем хозяйстве. Более того, земля, на которой стоит техника и гуляет скотина, ему не принадлежит. Но закон почему-то бездействует. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Девять нижнекамских подростков вступили в группы смерти. Такая информация прозвучала в отчете специалиста отдела по делам несовершеннолетних. Тех, кто попался на удочку вербовщиков, уже нашли и с ними работают психологи. Алсу Арсланова изучила, как уберечь детей от опасности. Можно построить, например, ситуацию в семье, например. Выберем, кто у тебя здесь будет, мама, кто папа, кто, к примеру. И вот он выбирает эти игрушки. И тоже определенным образом уже можно понимать, как выстраивается система взаимоотношений в семье. Этот метод психолог Ольга Лисова использует при работе с ребятами, которых вовлекли в группы смерти. Выявили девятерых подростков. Сейчас специалисты нашли общий язык с восьмью. Один наотрез отказывается от общения. От каждого ребенка приходится немножко подстраиваться. То есть выбирать тот способ общения, который все-таки ему более поможет открыться. С помощью психологов удалось вытащить ребят из опасных групп. Но это только начало большой и долгой работы с детской психикой. Сейчас главное, чтобы и дома начали выстраивать правильные отношения, когда родители слышат своих детей. Об этом сегодня на совещании в мэрии говорила главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних. Ведь все проблемы от непонимания в кругу родных. Не бывает детей трудных. Есть дети, которым не хватает любви. И возраст у них нетрудный, а особенный. Пора становления. И каждый из них нуждается в нашем внимании и участии. Дети должны чувствовать заботу со стороны близких, а родители помнить об ответственности. Иначе могут быть непоправимые последствия. Недавний случай в первой школе тому подтверждение. Один из школьников выстрелил другу в глаз. От ранения мальчик скончался. Сейчас выяснилось, что родители были в курсе, что их сын купил оружие. Оказывается, для того, чтобы стрелять в ворон. Более того, мама мальчика сама отдала пистолет в ремонт. А потом поручила сыну вернуть его хозяину. Итог всем известен. Сейчас папа мальчика привлечен к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних. Только за прошлый год комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено около двух с половиной тысяч таких материалов. Алсу Арсланова, Ренат Харасов. Новости НТР. Крали у своих. Сотрудники одного из магазинов бытовой техники обвиняются в хищении товара из склада, который на языке продавцов называется золотой комнатой. И действительно, для преступников она стала золотой жилкой. Алмаз Кашаев изучил схему преступников. Тот самый магазин бытовой техники находится в этом торговом центре. Сами сотрудники называют склад товара не иначе, как золотая комната. Двое молодых людей работали здесь и имели доступ к хранилищу, чем и воспользовались. За несколько месяцев было совершено 9 преступных эпизодов. Служба безопасности спохватилась. Вместо новой техники – старая и даже бракованная. Благодаря ревизиям и камерам видеонаблюдения череду преступления пресекли. Благо, товар сбыть не успели. Вступив в преступный сговор с третьим жителем Нижнекамска, совершили путем подмены, хищения дорогостоящих смартфонов, и также планшетной техники со склада, указанной мной организации, чем причинили организации материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Третий соучастник снабжал старой техникой. Сейчас все на скамье подсудимых. Все трое – ровесники и, предположительно, друзья. Обвиняемый в пособничестве вину свою не признает и заявляет, что имеет массу положительных сторон. Ранее несудимые присматривают за бабушкой. Бабушка моего подзащитного, она находится как бы без движения, и он продолжительное время уже за ней присматривает, а также он присматривал за своим дедушкой, который мне не подкунул. Во всех обстоятельствах суду еще придется разобраться. Все трое обвиняемых уголовного прошлого не имеют. Один даже частично возместил ущерб, выплатил около 100 тысяч рублей. Предстоит еще как минимум одно слушание. Алмаз Кашаев, Рафаев Ракипов, Новости НТР. Очистить город от мусора, избавиться от хлама в квартире и получить за это деньги могли те нижнекамцы, которые приняли участие в акции отходов-доходы. Люди приносили не только макулатуру, а также пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Сколько можно было выручить за то, что мы обычно выкидываем в мусорный контейнер, который знает Анастасия Попова. Десятки коробок и пакетов с газетами, книгами и пластиковыми бутылками. С таким скрамом нижнекамцы ожидали машину для сбора вторсырья. Очередь собралась немало, и это только одна из четырех точек акции отходов-доходы. За каждой из данных макулатур даются денежные вознагождения. По прошлым годам смотреть акции сегодня намного идет активно, потому что была пропаганда в трамвайных путях, развешивали объявления, что проводится эта акция. Поэтому очень хорошо население отреагировало. Не только пожилые избавились от ненужной макулатуры. Школьники были не менее активны, а для некоторых учащихся экологический вопрос стал насущной проблемой. «Связь между человеком и природой – это колоссально, и каждый это должен понимать. И я, как эко-лидер Нижнекамского муниципального района, провожу агитационные программы, участвую в различных акциях города Нижнекамска, чтобы хоть как-то помочь нашей планете, а также нашему региону». Всего за четыре часа было собрано почти 20 килограмм пластиковой продукции и три тонны бумаги. Все это в обмен на чуть более 10 тысяч рублей. Собранное вторсырье отправят на завод в набережные Челны. Там из него изготовят новую бумагу, картон и пластиковую продукцию. Анастасия Попова, Ренат Харасов, Новости НТР. А вот активисты решили потратить свое время на благое дело. Вооружившись швабрами и тряпками, нижнекамские студенты открыли весеннюю неделю добра. Молодежь провела генеральную уборку в квартирах ветеранов войны и тружеников тыла. Заходите сюда, пока. Бабушка Лебуда гостям всегда рада, даже если они незваные. Встречает всех с улыбкой, песнями, обязательно пирогами. Говорит, что нынешняя молодежь очень заботлива и не забывает стариков. Все ревнуют, говорят, только ко мне ходят. Бабки знаешь, как делают? Ревнуют. Я говорю, улыбайтесь больше, не грубите. Угощайте. Я говорю, будьте людьми, будут ходить. Вот в этой маленькой однушке бабушка ютится со своей сестрой. Дети, внуки, правнуки – все далеко. В гости приезжают очень редко. Поэтому волонтеры частенько навещают одинокую женщину и помогают ей. В доме ветеранов живут, в особенности, пожилые люди, у которых нет детей. Ветераны, они ждут нас и хотели бы видеть ребят, пообщаться с ними, оказать посильную помощь. Помыть окна, полы, а если попросят, сходить в магазин. Фронт работы для всех одинаковый. Студенты помогают с уборкой всем одиноким ветеранам. Приходят, кстати, не с пустыми руками, а взамен получают массу впечатлений. Мы обычно убираемся, они нам истории свои рассказывают, как они воевали, как у них все это было. Как они очень много рассказывают, что у них на войне происходило, что они делали. Это очень интересно. 25 убранных квартир и столько же довольных ветеранов. Вот итог этой генеральной уборки. И она, кстати, еще не последняя. Регина Сулейманова, Максим Липин, Новости НТР. Название рек древнее всех других имен, нанесенных на карты. Нам не всегда понятен их смысл, вот и Селенга хранит тайну своего имени. Вот этот текст знаком тем, кто в субботу писал тотальный диктант. Нижнекамцы в ходе его проведения узнали много нового из истории, но самое главное, узнали, насколько они грамотные. Двух огромных аудиторий не хватило, чтобы вместить всех участников акции тотальный диктант. В Нижнекамске она проходит в пятый раз. И с каждым годом желающих проверить свои знания русского языка меньше не становится. В прошлом году принимало около 150 человек, если я не ошибаюсь. В этом году чуть меньше, но все по велению сердца. Многие ходят к нам традиционно уже четвертый год. И мы этому очень рады. Автором диктанта в этом году стал уроженец Перми, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Текст был написан специально к акции и состоит из 250 слов. Вы знаете, мне показалось, что текст этого года не такой сложный, как предыдущий. Но что касается меня, я этого дня жду как праздника. Потому что я верю в великую силу грамотности и образованности. 147 нижнекамцев проверили свои знания русского языка. Некоторые специально приехали в город из соседних поселков. Просто люблю русский язык. Захотелось испытать себя. Я из Камских полян прочитала в районной газете. Так совпало, что свободное время есть, приехать в город. Хочу попробовать свои силы. Потом я мама школьника. Я думаю, мне это пригодится в дальнейшем. Последний раз диктант писала вместе с сыном на каникулах. Я давно хотел. Просто когда учился в университете, не получалось. Сейчас решила попробовать. Узнать свою оценку можно будет с 12 апреля на сайте тотального диктанта. А для тех, кто в очередной раз пропустил акцию, впереди целый год на подготовку. Анастасия Попова, Ренат Харасов. Новости НТР. Ювелир с рождения и художник по призванию. В городской библиотеке на Тукая-1 проходит выставка художника-живописца Галимзяна Гарипова, который занимается написанием пейзажей, а все работы он выполняет маслом. Символично, что на экспозиции были представлены работы, которые подходят к тематике «Года экологии». И, как признается автор, выставка в библиотеке придает особый шарм, ведь здесь можно насладиться не только живописью, но и порассуждать о творении художника. Осень как бы что-то напоминает горы, и как будто какая-то такая тишина, благодать осенняя именно. Ну, а лесное озеро тоже такое, так сказать, спокойствие. А так все в основном по памяти все это делается. То, что где я, допустим, жил, где-то что-то увидел, потом все это всплывает, ну и вот так вот пишут, и картины. В эту среду коллектив телекомпании НТР переедет на новый канал. Но зрителям беспокоиться не стоит, ведь от таких реформ вы только выиграете. С 12 апреля новости НТР будут выходить на телеканале «Татарстан-24». Расскажем о плюсах после такого переезда. Теперь нижнекамцы будут владеть полной картиной событий, которые происходят во всей республике. Также о жизни нашего города узнают и жители всего Татарстана. И возникает вопрос, как же нас найти? Татарстан-24 доступен для нижнекамцев и жителей района в кабельных и цифровых сетях операторов Таттелеком МТС, РТелеком Холдинг. И достаточно будет пролистать список телеканалов или произвести автоматический поиск в меню телевизора, чтобы найти НТР на новой кнопке. Подробная информация сейчас находится на ваших экранах. Ну и отметим, что Татарстан-24 представил каналу НТР «Прайм Тайм», то есть самое смотрибельное время. Теперь главная программа НТР, это Нижнекамские новости, будет выходить в эфир в 19 часов. Повтор в 7 часов утра. Содержание останется прежним. Полчаса. Самая оперативная, актуальная и интересная информация о жизни города. Обзор спортивных событий и прогноз погоды. Геннала Клар – единственная в городе новостная программа на татарском языке, выходящая в эфир каждый будний день. Сохранит прежнее время выхода в эфир в 18 часов. Яркая помада? Ммм. Модные тупи? Нет. Дорогие часы? Нет. Нет и еще раз нет. Только улыбка и здоровые зубы сделают нас неотразимо красивыми. Стоматологическая клиника «Даймонд Дент» предлагает лечение, протезирование, чистку. На любой кошелек. «Даймонд Дент» – это клиника личных рекомендаций, гибких. Очень, очень гибких цен. И профессионального подхода. Ваши зубы скажут вам «Спасибо». Спасибо, «Даймонд Дент». Кшинникова 23, 917, 88, 39, 777. Компания «Техноколор» весь апрель дарит скидки до 20%. На пластиковые окна и алюминиевые витражи. Подробности по телефонам. 45, 58, 50, 44, 75, 33. «Техноколор» дарит тепло и уют. И еще. Загажи окно в апреле. И получи москитную сетку в подарок. А ты подготовил зубы к лету? В стоматологической клинике «Евродент» весенняя акция. Скидка 20% на профессиональную чистку зубов. 10% на протезирование. Действует беспроцентная рассрочка. Прием ведут Матанина Эльмира Ильдусовна, Суворова Елена Раисовна. Улыбайся смело с «Евродент». С 1 апреля по 30 июня в «Радуге звуков» скидки до 30% на слуховые аппараты фирмы «Фонок». Телефон в Нижнекамске 32-33-53. Вызов врача на дом. Терапевта, невролога, психиатра, эндокринолога. Анализы на дому. Дневной стационар, кабинет гинеколога. Медицинский центр «НОВА». 406677. Ты хочешь быть в курсе новостей нашего родного города? Тогда мы рады представить тебе мобильное приложение «Мой Нижнекамск». С его помощью ты будешь с легкостью находить всю информацию. Будь активным жителем. Скачай его прямо сейчас в Google Play или App Store. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей «Ниссан» с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 пятерки 3 единицы. Специально для садоводов. Грунт для рассады. 6 литров за 23 рубля. А также в большом ассортименте под рассадники различных размеров, торфяные горшки и многое другое. Тысячи мелочей. Проспект Мира, 105А. Новый элитный дом в центре города на Химиков 45А. Собственная парковка, игровая площадка, видеонаблюдение. Мы захотели именно в новый дом поселиться. Нам нравится здесь местоположение. Во-первых, потому что центр города, хорошая логистика. Потому что это все-таки кирпичный дом, не панельный, свой двор, огороженный. Стартовали последние продажи с жилплощади. Приобрести жилье по приемлемым ценам можете и вы. Подробности по телефону 8-917-246-2301. С 13 по 19 апреля молоко рыжая корола 3590 за 900 миллилитров. Стиральный порошок с артикалор 285 рублей за 6 килограмм. В магазинах Победа в Нижнекамске. Юности 16, Вахитова 30. Роскошные шторы, прекрасные портьеры, тюль, органза, печать, вуаль. И все от 70 рублей. Грандиозная выставка продажа ДК Альфа. С 12 по 14 апреля. Успевайте! Новое поступление! Каждый день в магазин «Фермер» привозят свежее деревенское мясо «Халяль». А сделанные с любовью вкуснейшие полуфабрикаты собственного производства никого не оставят равнодушным. Магазин «Фермер» исключительно свежее и натуральное. Большое Афанасово. Пролетарское «Дом-3» напротив ресторана «Абширон». На телеканале «Интера» обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте! Серия продолжается. Реактор потерпел поражение Череповецкого «Алмаза» в третьем полуфинальном матче разыгрыша Кубка Харламова. Дважды по ходу встречи наши были в роли догоняющих. Сначала уже на третьей минуте хозяева открыли счет. После реактора дважды владел большинством, но реализовать свои моменты не сумел. И все же в равенстве и усилии Минобиулина смог сравнять. В концовке наши снова пропустили. На старте второго периода первое звено реактора восстановило паритет. Отличился у Гольников. Но равенство в счете продержалось недолго. И вскоре «Алмаз» снова вышел вперед. Первая половина заключительной 20-ти минутки запомнилась разве что чередой взаимных удалений, которые ни одна из команд так и не реализовала. В финальной серии хозяева забили еще дважды. Итог – поражение реактора с учетом 2-5. Хоккей не обманешь же. Немыслимые голы себе сами привезли. Один, второй, потом попробуй. Вроде сравняли два. А тут же опять получили. И результат «Алмаз» за службу победил. Эти голы быстро забили тоже. Сказал о своей роли. Плюс ребята молодые сегодня сыграли. Не три шайбы забили. Хорошая подспорья сегодня была. Ну а буквально через несколько минут стартует четвертый матч серии. Кто окажется сильнее, в этот раз узнаем совсем скоро. Стартовая сирена прозвучит в 19.00. Ну а теперь о футболе. Тридцатый тур фонбет первенства России для нашей команды знаменовался очередным поражением. На выезде нефтехимик уступил Воронежскому факелу. Затянувшаяся череда поражений обязывала нижнекамцев брать матч. На старте они владели инициативой. Уже на седьмой минуте открыли счет. На экваторе тайма факел сумел сравнять. Игра успокоилась. И лишь ближе к перерыву команда обменялись колкостями. После довольно быстро нефтехимик снова повел в счете. Отличился Бобырь. Факел произвел ряд замен. Они сработали. На 64-й минуте счет снова стал ничейным. Хозяева продолжили давить этот прессинг. Дал свои плоды. Ближе к финальной сирене воронежская команда впервые в матче повела в счете. Ифтехимик сдаваться без боя не собирался. Но на последнем рубеже голокипер Факела был неприступен. 2-3 поражение Ифтехимика. У меня к ребятам никаких претензий нет. Они достаточно качественно играли. Имели шансы на положительный результат. Ну так бывает, что видите, вот, скажем так, фортуна повернулась больше хозяевам. В продолжении темы Нижнекамск готовится к очередному футбольному турниру. Еще не успели отгреметь отголовки турнира памяти Ивана Баладурина, как на подходе очередные соревнования. В 20-х числах апреля уже в 12-й раз пройдет турнир памяти Владимира Винникова. Эти соревнования носят международный характер. В этом году на Нижнекамскую землю съедут представители Татарстана, Удмуртия, Башкирия, Мариэл, а также гости из Сызерния, Оренбурга и Республики Узбекистан. В соревнованиях участвуют футболисты 2003 года рождения. По итогам турнира команды получат не только кубки и медали, но также денежные призы. К слову, в прошлом году Ифтехимик впервые после долгого перерыва смог занять первое место. Турнир памяти Винникова в этом году стартует 24 апреля. Торжественное открытие, намеченное на этот же день в 12.00. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды на предстоящую неделю. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта ntr.defis24.ru. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 11 апреля. Ночью 1 градус ниже нуля. Утром плюс 2, небольшой дождь. Днем облачно 6 градусов тепла. Вечером 3 градуса со знаком «плюс». Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова